Утро на Болткоме 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 на улице в полном составе, каким-то забастовкам. Насколько само состояние людей, когда люди отчаиваются, они готовы действительно сплотиться решительно, противостоять? Ну, это мы посмотрим еще. Как я говорю, идет опрос. Опрос членов. И потом будет заседание советов, где мы тоже будем решать, что дальше делать. Ну, я думаю, что насчет тоже вакцинации обязательно, не обязательно, и многие факторы как бы скапливаются. И тогда посмотрим, что готовы люди делать. Кстати, кстати, спасибо. Как раз собирался задать этот вопрос по поводу возможной обязательной вакцинации работников вашей сферы. Какие настроения среди работников медицины? Настроения разные, но есть обязательства и ответственность. Обязательства и ответственность относятся к людям и относятся к государству. Мне, как члену нашего Латвии, как жителю Латвии, это обязательства, как бы ответственность насчет своей здоровья, насчет здоровья ближних. И я прививку уже давно сделала. Я не хочу заболеть, я не хочу, чтобы мои близкие заболели. Это одно, это мое. Ответственность от государства. Как-то странно получается, опять категории пошли. Врачи, учители, соцработники, они не живут и не работают где-то в пространстве, но отдельно как бы место, они работают вместе с пациентами, они как же учители встречаются с учениками, с родителями. тогда другого ну вот ответственности обязательства родителей, учителей, пациентов, они не должны быть сделаны прививку, тоже должны. И если государство говорит, что это обязательно надо как бы вести, то им тоже надо дать гарантии, если что-то случится после вакцинации, заболеет, нужно будет какая-то репабилитация или что-то другое, кто будет это оплачивать, как это будет доступно, но насчет этого ничего не говорится. Скажите, но если все-таки на уровне кабинета министров будет принято решение обязательно вакцинации работников медицины и социального ухода, многие ли откажутся и по этой причине еще покинут профессию? Я думаю, что да, не верит тому, что говорит государство, во-первых, потому что министерство, ну извините, министры, вы немножко врете и люди не верят. Вначале, когда началась вакцинация, тогда мы тоже говорили, что может быть не надо вот эти группы какие-то делать, что надо медиков, не только медиков, но и их родственников тоже прививку им делать, да, но это как бы никто не услышал, это тоже как бы резонанс такой, и тогда, когда Дания сказала, что мы отказываемся от Астра, наш министр здравоохранения был готов ехать в Данию за прививками вакцинами этими. Напомню, мы беседуем с Лигой Бариней, зампредседателем Латвийского профсоюза работников медицины и социального ухода. Телефоны в нашей студии 67212-9399, 67213-9399. Если у вас есть вопросы, вы можете их задавать, у нас тоже есть вопросы. Если мы говорим о том, что если вакцинация будет обязательной, это опять-таки приведет к тому, что отрасль лишится большого количества работников. Если у министерства план Б, что делать, если вдруг рабочих рук не хватит? Насколько я понимаю, это может быть от четвертой части до третьей людей могут оказаться вне профессии. Может ли отрасль потерять такое количество сразу, одномоментно, работников? Министерство накладывает очень большой ответственности на руководство больниц. Я знаю, что уже некоторые ушли, работники, которые не хочут этого делать, но это сразу будет и как бы обеспечить все услуги, потому что уже идет то, что нет работников, медсестр не хватает, если уже есть перегрузка, что будет тогда, когда уйдет еще кто-то, кто будет работать? Это прекрасный вопрос, на самом деле, кто будет спасать жизни, в том числе заболевших ковидом. И вот вопрос у меня, насколько выросла нагрузка на медиков, мы все говорим о том, что во времена пандемии стало больше и ответственности, и психологической, и физической работы. Вот сейчас, когда уже пандемия идет второй год, насколько сейчас вот эта нагрузка на медиков остается ли такой же большой? Ну, нагрузка остается, и, ну, когда была пандемия не так-то часто люди обращались к врачам, теперь идет, ну, потяжелее болезни, все равно очереди к врачам огромные, это тоже факт, и, ну, это очень трудный, трудный момент, как бы мы прыгаем с одной стороны на другую, то ковид, которому нужно отдавать все силы и смотреть за всем, и это двойная как бы нагрузка, а теперь идет двойная нагрузка, чтобы помочь тем, которые не попали вовремя к врачу, который не, ну, не было доступно эта медицинская помощь, запущенные какие-то болезни хронические, это, ну, идет другая нагрузка. Я правильно понимаю, что во время пандемии мало нам одного ковида, люди, в принципе, чаще стали обращаться к врачам с какими-то другими проблемами, в том числе, иногда запущенными? Многие как бы боялись вообще, по-моему, выходить из дому и старались нигде не идти, когда была пандемия, да, но теперь они как бы может, но очереди большие, и, ну, трудно попасть к врачу, это надо ждать опять, и, как вы знаете, если все время, ну, долго надо ждать тогда, и болезнь идет вперед, нагрузка большая, все равно на медиков есть. Говоря про вот возможную забастовку и требования врачей, насколько, ну, я понимаю, что есть искушение вот выставить медиков в негативном свете, сказать, что они такие сякие, вот они отдавали клятву Гиппократу и должны все равно за любые деньги всегда быть готовыми работать. А клятвия Гиппократа не написано, что за любые деньги надо работать. Это тоже есть такой факт, и все время призывать как бы совести, ну, тогда имейте вы сам совесть. Имейте совесть, не болейте. Ну, да, я сталкивался тоже с такими обвинениями, честно говоря, мне они кажутся нелепыми, вот эта вот вечная апелляция к клятве Гиппократа, что вы должны и вы обязаны в любовь. Ну, честно, сколько можно, вот я считаю работников медицины, в том числе социального ухода, действительно, ну, без малого святыми, столько, сколько они переживают. Доброе утро. Да, доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос вступающий, я не расслышал ее фамилию. Лига Барыня. Она просит, чтобы добавить деньги медицинскому персоналу. Где эти деньги можно брать? Ведь у нас медицина, грубо говоря, государственная. Значит, ее официруют из бюджета. Разве медицина не получает те суммы, которые в бюджете прописаны? Не получает, вот как раз мы говорили о том, что обещали 20 процентов и на летом 20 процентов. Ну, большинство это обещание, а потом, ну, как мы все время видим, тогда, когда, ну, выборы приближаются, да, тогда что-то делается. Как выборы через год, как раз-таки, казалось бы, самое время. Ну, это так бывает, ну, что там сделать, но недохватка ресурсов, денег, медицина это как бы все время и долго и долго об этом и говорим, нагрузка накладывается на медиков, ну, это как-то, я даже не знаю, как это сказать, что круг такой замкнутый, что трудно. Да, у нас еще звонок, успеем принять. Доброе утро. Доброе утро. Я хочу сказать, что я к гостям глубоко уважительно отношусь к их рабочим, но вот я сколько живу в Латвии, у меня своя фирма, я плачу налоги все, и вот за все проживание в Латвии, да, вот с 88-го года, я ни разу никогда не попала бесплатно в врачу на обследование, к любому специалисту, если начинаешь записываться, то это через два месяца, это через три месяца, это когда-то непонятно, а обычно человек, вот у него что-то заболело, ну, в общем, так, и по 50, по 60, по 70 евро мы с мужем платим за прием, потому что когда вот здоровье, это самое главное, ты хочешь попасть к врачу, правильно, и я когда слышу все время, что бедные врачи, бедные врачи, бедные врачи, ну, как-то немножко вот такое двойственное отношение, я, конечно, понимаю, что каждый хочет себе большую зарплату и так далее, но когда я смотрю, на каких они машинах уже ездят, когда приходит муж, вот, был уролога, заплатил 70 евро, она ему рассказала анекдот, даже не посмотрела анализы, выписала видориндэ, который у него был в анализах в порядке, и сказала гудбай, ну, это тоже, честно говоря, уже вот как-то надо золотую середину вообще искать как-то все организовывать. Спасибо большое за звонок и за мнение акс-про-барина. Ну, я могу сказать, да, очереди, то, что я уже говорила, очереди очень большие, и я могу насчет себя тоже сказать, что государство, которое оплачивает государство услуги врачебные, трудно попасть, и я сама тогда иногда, если надо, вот, заболел, иду и плачу, чтобы попасть к врачу. Я понимаю, что это мое здоровье, и я как бы ответственна за свое здоровье, и это надо. Но вот здесь есть этот главный вопрос, это не только медики, которым должны заплату повысить, но и эти очереди, которые есть к врачам, это тоже, там тоже надо деньги, и, наверное, государству надо думать, где и как можно где брать деньги, если есть, я говорю насчет этой самой лотереи, там не только лотерея, там и входные билеты на концертные, на концерты планируется давать бесплатно насчет тех, которые идут вакцинироваться, но тогда вопрос такой. Госпожа Бариня, к сожалению, нам показывают, что время вышло, огромное спасибо за участие в нашем эфире, напомню, мы беседовали с зампредседателем Латвийского профсоюза работников медицины и социального ухода Лигой Бариней, что касается вот этой претензии к качеству обслуживания, ну да, согласен, случается иногда и такое, но это на совести конкретных уже медиков, мы же говорили с Лигой о малоквалифицированном втором, третьем эшелоне этих работников, нянечки и медсестры, да, вот люди таких профессий, у которых зарплаты действительно особо не зашикуешь и дорогих машин не купишь. Как бы то ни было, нам время заканчивать эти полчаса, уходить на паузу, после которой мы поговорим на легкую тему о одной забавной акции, бесплатной, обмен домашними растениями, которые практикуются в Риге. Оставайтесь с нами. Утро на Болткове.